Комфортная обновленная лестница на Чкаловском спуске, удобный пешеходный переход через Волжский проспект рядом с остановками общественного транспорта и современная детская площадка во дворе. Все это было спроектировано и возведено благодаря инициативе Нины Рыбалкиной. Сегодня деятельная женщина отмечает свой 87-й день рождения. Признается, возраст не имеет значения, когда речь идет о создании комфортных условий для жизни. Когда-то Николай Павлович чуть с этой лестницы не упал. Они были очень маленькими. И это подняло вопрос, что необходимо этот участок города преобразить. Так что мы благодарны за то, что нас слышит власть, помогает народу. Вот в таком тесном контакте мы работаем. В общественной деятельности Нину Рыбалкину поддерживает ее муж Николай. Семейная пара вместе почти 63 года. Рассказывают, что за это время пережили много сложных и трудных моментов благодаря взаимному пониманию и уважению. А началась их долгая история с приглашения на танец на новогоднем балу в университете. С днем рождения Нину Александровну поздравили депутаты и глава администрации района Елена Бондаренко. Выделяется образцом служения любимой Родине, служения нашему городу любимому и также образцом любви и верности. 63 года братья – это цифры, которые достойны глубокого уважения. Такое поздравление – случай особый, но далеко не единственный. В Ленинском районе Самары также почтительно относятся ко всем ветеранам и пенсионерам, которые проявляют инициативу и активно участвуют в жизни города. Для них постоянно проводят праздники и торжества и приглашают к участию в разных социальных проектах. Так администрация района совместно с врачами запустила проект «Школа жизни». Нашим уважаемым ветеранам преподают, читают лекции на тему, как сохранить здоровье и продлить жизнь. При этом разная тематика у этих занятий, которая очень интересна нашим жителям. Семья Рыбалкиных тоже постоянные участники социальных проектов. Но сегодня у Нины Александровны своя цель – накрыть праздничный стол, ведь за ним соберется большая компания из ее близких и друзей. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.